В свои сто лет Найшат Кербековна Дышекова остается самым почетным возрастным жителем Аула Хабес. С вековым юбилеем ее поздравил президент России Владимир Путин. С ровесницей страны Советов и родной республики встретилась Фатима Даурова. Слова из знаменитой черкесской песни Синана Даха, передающая искреннюю любовь детей к бабушкам, глубоко созвучны с образом нашей сегодняшней героини Найшат Кербековны Дышековой. Даже с тем, что родовое гнездо семьи Дышековых расположилось совсем рядом с речкой Малый Зеленчук, чьи завораживающие звуки водного потока, как в песне, напоминают ласковый и нежный голос матери и бабушки. Голос Найшат Кербековны с учетом такого почетного возраста стал совсем тих, но он, как и всегда, собирает вокруг себя большую семью Дышековых, а сегодня и особых гостей, что пришли поздравить ее с вековым юбилеем от имени президента страны Владимира Путина. Мы искренне благодарны вам за радный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам здоровья и всего самого добра. Президент Российской Федерации Владимир Путин. Найшат Кербековна старательно разглядывает поздравительное письмо от президента. В свои сто лет зрение у бабушки такое же острое, как и в молодости. Оно поддержало ее тогда, когда слух начал потихоньку уступать безжалостным законам времени. Родные стали чаще общаться посредством письма. Именно таким образом ей объяснили, кто у нее сегодня в гостях. Принимает подарки и букеты Найшат Кербековна с особой статью. В свои сто лет она держит знаменитую осанку черкешинки с такой легкостью, что ей могут позавидовать современные барышни. Своим принципом жизненного уклада и неизменным женским хитростям, касающимся красоты и здоровья, она обучала всех представительниц прекрасного пола в семье. Зули громко нельзя смеяться, на лице будут морщинки. Зули надо сидеть, держать спину, нельзя иметь врагов в жизни. Вот такие удивительные принципы, которые я до сих пор применяю в своей жизни. Детство у Найша Дышековой было тяжелым. Ровесница страны советов пережила вместе с родиной все исторические перипетии, через которые проходило юное государство в период становления. К сожалению, в большинстве своем они негативно сказались на судьбе героини и ее семьи. Ее отец Кирбек Шибзухов, будучи священнослужителем, попал под жернова репрессий в 30-м году. Имущество было конфисковано, сам арестован. Мать умерла, когда дети еще были совсем малышами. Остались маленькой Найша с братиком сиротами. Им, как детям репрессированных, было запрещено помогать даже куском хлеба. Соседи боялись донесений, и только самые смелые втайне глубокой ночью приносили еду, рискуя своей свободой. Так получилось, что со временем родственникам матери удалось их забрать к себе и дать им любовь и заботу, в которых они так нуждались. Будучи уже взрослой, Найшат решила, что семья у нее будет большая и обязательно счастливая. Так и получилось. С Галидой Шековым, своим супругом, они вырастили и воспитали пятерых детей, которые сейчас крепко стоят на своих ногах и передают уже своим детям и внукам заветы родителей. Наверное, все матери хотят только хорошего. Все хорошего для своих детей и для всех. Ну, если бы все прислушивались к женскому мнению, вообще я так... Наверное, не было бы столько зла в мире. Мать, которая хочет только добра, растить детей, чтобы у их детей были дети и видеть счастье своих детей. Мама – это самое святое. Я, наверное, возьмусь утверждать, что для каждого человека нет дороже и ближе той женщины, которая выносила его под сердцем и познала материнство, рождение, новой жизни. Сегодня они, наверное, эти ее дети это все ощущают и радуются. Радуемся и мы вместе с ней. Для нас это большое событие в жизни нашего аула. Укутывая маленькие хрупкие плечи матери большого красивого семейства, достойная невестка проявляет заботу, как родная дочь. Так принято не только по законам Адыгара, но и по законам любви, на которых держится дружная семья Дышековых. Фатима Даурова, Алибастана, Вести, Карачаева, Черкесия.